Ещё недавно мы переживали о том, что закончилось лето. Я пиздец как переживаю. Во, вот это мой голос, Радулькин. И сентябрь подходит к концу. Как известно, осень — один из самых продуктивных сезонов нашей рэп-индустрии. А значит, уже в октябре и ноябре нам стоит ждать... Да всё-всё, короче, смотрите, я вам сразу говорю, я вам рассказывал уже вроде. Вот начало начинает рассказывать. Всем привет, это вообще забейте. Вот здесь листайте, пока вот эти палёные кроссовки не начнутся. Смотрите, во-во-во. И вот после этого, уже чуть-чуть попозже, можно включать. Мирона, когда тот выпустил... Полторы минуты прошло. ...клип Лига опасного интернета и первый класс. Все начали говорить о том, что, похоже, Мирон каким-то образом начал сатурничать с Галатом. Такие слухи пошли из-за съёмочной команды, которая работала над клипом Лига опасного интернета. А также из-за продюсера Экс Виннера, который делал музыку для двух последних... Я тоже слышал это. Если это так, Галат реально шарит. У Галата реально работает. Все они связаны с Галатом. Потому что если он пишет песни Maybe Baby, которая у неё последняя вышла, пока похвалить не о чем. А если Оксимирона, это он сделал. Ну, вряд ли он пишет песни. Плюс фанаты заметили влияние известного рэпера и продюсера на образы Панчлайна Мирона. Так вот, 23-й год не обучен ещё и тем, что под его конец мы можем говорить о том, что помогает с контентом Оксимирону и Maybe Baby один и тот же человек. Кто бы мог подумать о таком ещё пару лет назад? Да это ещё не, блядь, в смысле? Ты уже говоришь в такой позиции, как будто это уже так, блядь, это слухи, блядь. Почему это всё на уровне слухов? Вот именно, уже можешь с Экс Виннером сам поработать или там клипмейкер... В новой работе Вики рука галата прослеживается. Хотя бы в том бесконечном наборе панчлайнов, которые отображены даже в названии свежего репрезента. Baby Bars 2. С чего, блядь? Вика строит образ первой российской девушки рэпера. Да это понятно, она Никими Нашей себя строит, но пока не очень. Понимание классическом, с хлёсткими панчами и сумасшедшим уровнем. К классическому, американском понимании, блядь, ничего нашего, блядь. Блядь, блядь, достигнута... Если ты хочешь быть русской, Никими Наш, блядь, то хотя бы, ну, как бы, не будь оригинальной, блядь. Новый трек выполнен ещё и в дрилл-стилистике. Ну как оригинал? Чем не русский аналог, а и спайс. Да-да-да. Какой нахуй, а и спайс, блядь, угораживаешься. Вообще ни разу не ай спайс. Вика сейчас имеет довольно серьёзную популярность, в том числе и из-за бифов. Самый популярный её клип это диск на инстасамку. Там почти 30 миллионов просмотров. Сколько, блядь? Не обошлось. Блядь, мы это же с 30 миллионов? Ты без упоминания о Даши в этом. Бля, вот прикиньте, я, вот я бросил ёбаные пародии. Вы представляете, как бы я сейчас 3 капусту, блядь. Вы представляете, если бы я пародии на инстасамку сделал, блядь. На Валю карнавал, блядь. Кто ещё есть, блядь? Ну прикиньте, это же просто нескончаемый контент. Эти просмотры могли быть мои, представляете? Бля, вообще прикол. Ну говорю, блядь. Как раз. Надо с кем-то ещё раз поругаться, короче. Фейма подняли, блядь. По пакетам, вот для чего мне пакет для пакетов обиделось. Не буду я это делать, шкринж пиздец. Не, я говорю, я это... Я просто поменял ракурс. Это самое, я оставлю это, если бы я когда-нибудь с кем-то поругался, знаете, с каким-нибудь особенно исполнителем, блядь. И вот, этот исполнитель на меня как-то жёстко наехал. У нас был бы очень громкий биф, вот тогда бы я ебанул пародию. Единственную последнюю. Вы знаете, это как бы... Я же говорил, что я бы это сделал в качестве перформанса. То есть это моя... Это мой джокер, понимаете? Это мой козырь, блядь. То есть, короче... Мы ругаемся, и тут я могу сделать пародию, блядь. Где полностью обстебать. Очевидно, что всё это... Так что это моё... Я говорю, это мой козырь, блядь. На другие случаи жизни, блядь. Отсылка к множеству пластических операций инстасамки. Наверное, человек, который последний раз следил за творчеством и образом Дарьей Гатуток в девятнадцатом, сильно удивился бы, если бы увидел, как девушка выглядит сегодня. Но такова и была цель инстасамки. Это она так сейчас выглядит? Она что, в аду, блядь? Она как чёрного. На кардинальный сменил... Говорит, вы бы видели, как сейчас инстасамка выглядит и показывает её в образе. Ну, долбоёб, нет, блядь. В смысле, она сейчас вот так ходит по улицам или чё, блядь? Подожди, предложение ещё раз, блядь. Увидел, как девушка... Блядь, баши съёмные. Это отсылка к множеству пластических операций инстасамки. Наверное, человек, который последний раз следил за творчеством и образом Дарьей Гатуток в девятнадцатом, сильно удивился бы, если бы увидел, как девушка выглядит... Ты долбоёб, блядь, ты конченый, что это, блядь? Сегодня. Ну, такова и была цель инстасамка. Он думает, короче, этот ведущий думает, что если... Ну, он услышал, что она очень много пластических операций прошла, и он подумал, он видел эти фотки, подумал, что она делала пластику, знаете, чтобы поменять кожу на красную. Всё, такую хуйню, наверное, рога себе прихуячить, хвост, блядь. Она кардинально сменила свой образ, а это дикта... Да, да, вижу, вижу, рога, хвост, блядь. ...давала и смену внешности. Об этом и панчат Мэйби Бэйби. Кстати, про губы Даша отдельно писала в своём Телеграм-канале. Сначала она их сделала, а потом убрала. Среди прочего... Тварь, блядь. ...дропинга, которого в треке более чем достаточно, есть интересное упоминание френдли-тага. Нам показалось, что оно уж точно не выглядит комплиментарно. Вот охуенно, да? Вот они, вот этот убивай БПМ про меня ролик делают, говорят, то посмотрите какой-то токсичный, желчный, блядь. Делают ролик про Мэйби Бэйби, который реально, ну, по факту, типа, всю карьеру она либо... Ну, у неё громкие самые... Громкие истории, которые с ней связаны. Это фиты с Дорой. Да? И это самое... Их бифы, блядь, где она нападает на инстасамок просто так. Если кто не помнит, она сделала про диснэйс-то самку просто так. Просто ни с того ни с сего. Инстасамка они никак не упоминала, короче. Хотя, конечно... И вот она молодец, блядь. Про неё ролик делал. Молодец, хорошая девчонка, молодец. Да, не локуроксик? Иди сам это не назвать. Вот это настоящие антифанаты ДК, блядь, ребят. Если вам интересно, кто такие антифанаты ДК, блядь. Антифаны, вот они, нахуй. Это антифаны ДК, блядь. Самый настоящий ёбан. Впрочем, вряд ли этот артист захочет иметь биф с Мэйби Бэйби. Не просто так. По-моему, не... По-моему, просто так, ребят. По-моему... А на максимум... Я помню Инстасамка что-то, типа, в общих чертах, да, говорила о том, что вы там лохушки, а я нормальный. Ну, типа, без имён, без неймдроппинга, нет? Она у неё, типа, спиздила строчку. Блядь, у кого не пиздила? Продолжим другим бифом. Который разгорелся куда сильнее. Конечно, мы говорим про конфликт между Бэйби Мэллоу, Худрич Лукой и Каэнджелом с Найн Май Сам. Ебать, именно. Или снипет грузинских. Но Бэйби Мэлло, я знаю, да. К артистам. Худрич Лукой, я, кстати, бля, вообще, это прикол. Вы же знаете, вот этот Худрич Лукой, он сейчас становится популярным, я думаю, сейчас скоро всплывёт ещё разок. Есть же история, вот Худрич Лукой, это вот чувак, который слева находится. Это чувак, которого заложил манекен мусорам, блядь, прикиньте нахуй. Вы не знаете, блядь, да, они ещё пока, чуваки, только набирают. Это рэпер, блядь, одному 15 лет, другому постарше, реально, он вообще маленький, короче. И они какие-то там со стволами гоняют бандюги, лютые, ну, короче, это похуй. Я вам серьёзно говорю, блядь, чуваки, я вам не пишу, блядь. Худрич Лука, вот этот тип слева, его кинул манекен мусорам и его сдал. Они, короче, вместе что-то там, ну, я ж не буду говорить полностью, потому что на Твиче, блядь. Они, короче, у них какое-то совместное дело было, и манекен, бля, всех сдал нахуй. И Худрич Лука, я знал об этой ситуации ещё давно, вот, и Худрич Лука, он был такой достаточно, ну, типа, он был известен в узких кругах, а сейчас они с Бэби Мэла становятся звёздами. Бля, манекен, тебе не страшно, блядь? Тебе скоро пизда, скоро этот человек, ну, будет вес под собой иметь, медийный, блядь, он тебя растопчет, нахуй. Я вам серьёзно говорю, наведите, блядь, ну, после стрима лучше, желательно, на ютубчике где-нибудь Худрич Лука манекен, блядь. И там, там прямо он сидит, рассказывает, вот этот тип рассказывает, что он, ну, типа, его впаривал полицией, короче. Тебе засветили очень заедающе, блядь. Посмотрите, там целую историю он сам рассказал. Нет, на прямую оскорбление. Мусорнулся, мусорнулся. Ну, он там, знаете, там, он сам предложил, короче, с ними одно дело сделать, и сам же их заложил. Скорее всего, он изначально работал на полицию, манекен, и, ну, по моему, естественно, опыту, по моему ощущению, так делают в основном, когда тебя ловят, понимаете, о чём я говорю? То есть, у тебя есть какие-то проблемы с полицией, ты, типа, им помогаешь кого-то другого, типа, поймать. Я ещё хочу... Вот примерно, ну, это уже я догадываюсь, вот под такой примерно схеме, короче, манекен сдал вот этого чувака, короче, копом. Участников вайпер. Теперь трек с не самым цензурным. Да-да-да, это пиздец, блядь. Звание вышло официально. Я причём, я не знаю, почему об этой истории никто не знал. Да всем похуй было, это манекен, блядь, везде ебалом своим, ну, корявил, рассказывал, какой он гэнгста, блядь, в песнях пел, как он стреляет, там, не стреляет, блядь, а сам нахуй, блядь, бегает в полицию, рассказывает. Я ничего, я ничего против не имею бегать в полицию, ребята, я ж не этот. Ну, просто говорю, что когда ты образ свой какой-то определённый держишь, наверное, как-то надо это самое, блядь. И это продолжение той самой войны с нефрами, про которую мы рассказывали в отдельном видео про Бэби Мэллу и Худрич Лука. Ну вот я говорю, сейчас этот Худрич Лука будет популярной, я уверен, ещё раз эта история всплывёт, ещё разок, и она должна всплыть. Кстати, советуем посмотреть его, ролик получился интересным. А вот отрывок репрезента. Да, они его, видите, до сих пор хейтят. Конечно, непосредственно перед выходом трека и после... Ну там рэп пиздец, конечно. ...пы релизы артисты продвинули его при помощи интересных кружков в телеграм-каналах. Во-первых, сам Nine My's дал повод. Ой, да похуй, блядь, наймай, маняй, вообще поебать, блядь, маняй, маняй, дай сам, сам дал повод, маняй. Фу, блядь, Б-16, да-да-да, уже.